друзья привет как ваши дела как сегодняшний день я очень благодарен всем вам за то что вы к нам сегодня пришли на день открытых дверей школы эмоционального интеллекта и хотел бы поблагодарить вас за то что вы все пришли я думаю что все пришли послушать программу нашего курса познакомиться с нашим образованием и все пришли послушать нашего человека благодаря которому точнее и вдвое благодаря которым не существовало бы данной программы и я хотел бы пригласить красиков алексея юрьевича и дереву эльмиру маратов на коллеги приветствую нормально меня слышно хорошо ведь как прекрасно и мир марат нагиреева соавтор курса переподготовки психологов врачей и просто людей с высшим образованием и ваш покорный слуга мы сегодня будем рассказывать вам о том почему мы сделали этот курс из чего он собственно говоря состоит для кого он и что вы получите потому что я не побоюсь этого слова он нами разрабатывался больше чем год мы несколько раз меняли программу мы меняли помещение мы меняли концепцию мы делали сначала маленькую программу потом большую потом мы понимали что этого недостаточно и до сих пор мы работаем над программой улучшаем там часы и структуру я никак не могу успокоиться я хочу сейчас философа найти какого-нибудь доктора философских наук или мир гребцё тормози хватит перебор но я немного невротично отношусь к качеству образования то что для меня больная проблема я понимаю что у нас очень большие с этим сложности поэтому давайте я вам расскажу о том почему мы это сделали и для чего или тогда присаживайся и мы будем отвечать на ваши вопросы будем отвечать на ваши пожелания прежде всего мы хотим чтобы вы услышали структуру программы до мы вы услышали то почему для чего и как и наши дистанционные коллеги у вас есть чат в котором вы тоже сможете задать ваши вопросы и кирилл мой партнер также по школе будет ретранслятором ваших вопросов чате давайте начнем с того вообще почему и для чего была создана история до этого курса как вы знаете более 15 лет занимаясь частной практикой и ко мне постоянно обращаются с вопросом кого порекомендуете кого порекомендуете там терапии неврозов в терапии каких-то функциональных нарушений и мне всегда было стыдно потому что меня особо порекомендовать было и некого ну как бы вроде как кто-то есть а вроде как все заняты вот так вот широко это была большая проблема к тому же у нас очень серьезная проблема в образовании и вот об этом я бы хотел поговорить наверное чуть побольше да потому что как вы знаете у нас либо психиатрический подход либо нас психологический подход и вот этой середины которые занимаются действительно физиологическими вопросами именно неврозов панических тревожных генерализованных тревожных всесимно компульсивных их их очень мало а если они и есть то они в основном такие психиатрические психомедикаментозные и у нас пациенты все время сталкиваются с одной проблемой либо вы психолог и занимаетесь продуванием чакр или какими-то концепциями которые мало доказаны или вообще не доказаны либо вы психиатр который грузит людей с эффективными ингибиторами обратно захват серотонина бензепинами или и все что с этим связано с транквилизаторами что тоже не лечит проблему но дает какое-то облегчение поэтому я все время думал о том как бы подготовить таких специалистов чтобы они обладали настолько большим количеством практических и теоретических знаний чтобы они были и не психиатрами и не психологами чтобы они были и не врачами и не просто психологами которые чего-то там не знаю да потому что в частности не один психолог даже с красным дипломом я могу вот вам сто процентов сейчас можем провести эксперимент выйти на улицу наших городов и задать психологу с красным дипломом чем отличается синусовый тахикардит варксизмальный чем отличается симптом инфаркта миокарда от симптома панических атак какие необходимы гормоны посмотреть чтобы дифференцировать самотоформную вегетативную дисфункцию вегетативной нервной системы от эндокринных заболеваний ни один психолог вам этого не скажет а в этом основа терапии тревожных расстройств человек жалуется якобы на какое-то соматическое состояние психолог это у вас панические атаки а где вопросы гормонов а где вопросов анемии а где вопросы щитовидной железы а где вопросы истинных каких-то проблем то есть вот с этим большие сложности и сложности ну не маленькие да потому что онкологию упускают упускают серьезные заболевания пытаются лечить остено невротический синдром а у девушки на самом деле тяжелая железодефицитная анемия она ходит по психологам и ничего не помогает она жалуется на слабость вялость разбитость сонливость утомляемость ей говорят что не тревожное расстройство на самом деле у нее просто ферритин 3 и железо 8 стоит и сделать капельницу с хорошим препаратом двух или трех валентного железа и как-то жизнь засияла новыми красками трава стала зеленая ты подумаешь никаких психологов не нужно оказалось то и вот таких примеров я могу приводить очень много то же самое касается ттг да гормонов щитовидной железы мерзнут не едят худеют или наоборот полнеют слабость остыне сонливость перепады настроения давление психологи лечу тревожные расстройства рассказывают значит все что они умеют и знают здравствуйте оказывается у нее гормон щитовидной железы на нижней границе даже ушли уже вниз стоит поднять тироксин жизнь засияла новыми красками появилась энергия ушла депрессивность а искали проблему в 35 свекрови значит тридцать восьмом внутреннем конфликте в подавленных эмоциях которые даже не понимает о каких эмоциях идет речь но не где-то подавлены потому что психолог сказал у вас подавлены эмоции какие эмоции поискать эмоции под подавлены наверное да вот поэтому это серьезная на самом деле проблема да и в частности проблема образование заключается в том что вот я лично проходил дополнительное профессиональное образование мир марат на проходила и мы на своей шкуре знаем насколько размыто действительно качество информации относительно сто процентов курса то есть пять десять процентов более-менее применимо 90 процентов курсов обычно это такой разбавленная история тысячи что это зачем она мне да и это такой стандарт не побоюсь этого слова как в высшем образовании так и в дополнительном профессиональном образовании сегодня когда у нас нету концентрата вот ты сегодня лекцию прошла или модуль прошла пошла применила у тебя начинается программа заполняться какими-то предметами которые просто общие заполняемые часами ну которые часы вот декларируются там пятьсот шестьдесят часов из которых пятьсот никаким образом не применимо на практике никаким образом не применимо в вашей работе это проблема поэтому когда мы создавали курс мы ориентировались на практику и мы ориентировались на то чтобы вот но мы немножко нездоровые на голову сельмиры да видимо и мы хотели чтобы каждая лекция каждая тема была применима у вас вот есть тетрадки да и на сайте наши онлайн слушатели тоже увидят эту программу подробную и вы увидите что нету модуля я сейчас подробно буду об этом говорить нету лекции нету темы которая не применимо в терапии тревожных расстройств то есть вообще нет ни одного проходящего предмета из серии давайте поговорим для общего образования но вообще нет такого и вот я по освоим очень горд сейчас я перейдущих преподавателям и вот это еще не все преподаватели сейчас мы сейчас может быть философа дожмем вот состоится измом и тогда я буду доволен и аритмолога вам привезем настоящего хорошего который наконец-то раз навсегда вам ответит правильно нашим слушателям на вопрос про экстрасистолы про ритм сердца про то какие бывают экстрасистолы что такое желудо желудочковые предсердные множественные что такое процент от экстрасистол от общего объема сокращений ну так между нами говоря экстрасистолы требуют терапии когда у нас больше десяти процентов от общей массы сердечных сокращений в сутки а общая масса сердечных сокращений в сутки около 100 тысяч 110 тысяч 10% от 100 тысяч это 10 тысяч экстрасистол в сутки у невротика на холтере как правило дифференцируется 300 600 300 600 против 10 тысяч а субъективный пациент чувствует себя плохо но об этом кардиологи и вам все расскажут и расскажут как объяснять правильно пациентам как ведет себя сердце почему то то как это купируется как это не купируется это все очень важно сейчас мы дойдем до кардиологии я об этом поговорю еще еще отдельно хорошо вот поэтому проблема образования серьезная и мы решили сделать такой курс который за который мне не будет стыдно у меня не стоит задачи закончить работу психотерапевтам продать там всем кому-то свои образования да там крутить их по видео бесконечное заново 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 я буду интегрирован на каждую лекцию вот кто у нас будет очно здесь да вот здесь сегодня ребята пришли на собеседование в том числе я буду интегрирован каждую субботу и воскресенье с вами я буду с вами сидеть в зале потому что у нас это первый поток и я буду параллельно с врачами вести занятия чтобы это не было просто лекция по медицине мы будем параллельно я буду направлять наших врачей наши преподаватели на то чтобы мы всегда говорили в нужном ключе чтобы мы не уходили там какую-то там патоанатомию и там в теорию особенно когда это касается будет большого блока психиатрии для психологов это вообще можно отдельно говорить комплименты этому блоку потому что такого вот у вас будет сейчас я немножко забегаю вперед прошу прощения но блок психиатрии для психологов это блок лучше чем в медвузе мы когда составляли эту программу она по часам и по объему минимум копирует медицинский вуз и вот вы сейчас мы когда пойдем по программе только она не только его копирует но она его объясняет именно под терапию неврозов не просто общая психиатрия а именно с дифференциальной диагностикой по невротическим кейсом и большой психиатрии в том числе поэтому с проблема проблема с образованием у нас достаточно большая я надеюсь что мысль мир маратный этот вопрос будем потихонечку решать и мы задаем уже моду на переподготовку я больше чем уверен что вслед за нашим курсом вы будете видеть что наконец-то вузы институты будут стараться улучшать качество своих программ потому что не хочется ругаться но все очень грустно мы с альмир марат мы проводили несколько туров собеседований если вы помните да когда перед тем как мы переезжали мы переносили старт обучения потому что мы переезжали теперь в эту аудиторию переехали и каждый раз это заново все заново все документы все документы заново и мы столкнулись на первом туре онлайн онлайн собеседований что программа психолог консультант я вот честно вам не скрываю был в шоке я учился на психолога консультант у меня там есть там список предметов да я был убежден что это стандарт то есть я был убежден что психолог консультант это психиатрия когнитивно-поединческая терапия там и там 18 было у меня направлений да мало да очень поверхностно да очень быстро но хотя бы хоть хотя бы 18 направлений хотя бы помню что это такое да я там не занимаюсь расстановками по хиллингеру но я поговорил от лица стула я был табуреткой я хотя бы как-то это попробовал с аниме с анимусом юнга тоже там мы поигрались и на стуле поплакали там значит и вспомнили родовые каналы там его поюкали своего ребенка вот это все у меня было я хотя бы это попробовал но когда мы с Эльмира Маратна встретились на онлайн собеседовании с ребятами говорят да мы психологи консультант я говорю какие предметы вы проходили на вашем курсе и начинается нлп значит биоэнергетические потенциалы чего-то там каких-то там родовых проклятий значит и я понимаю что психолог консультант в нашей стране настолько размытая история вот как вы захотите так у вас и будет психолог консультант вот шахматы кубик рубик атоме центральной нервной системы нлп и коучинг вот любимый предмет который заполняет видимо все свободное пространство в российской федерации в учебном плане коучинг коучинг чего простить коучинг это научение чему научение вот и мы поняли что у нас катастрофа я уж не говорю про то как выстроена наша система образования как проверяются программы профпереподготовки на валидность на доказательность на объективность на научность на полезность но они не проверяются это вообще отдельная беда и это целая реформа сейчас денис проценко там занялся реформой медицины там очень хочет я очень хочу изменить психотерапевтический подход в нашем государстве потому что у нас 30 тысяч в год психологов ни о чем вы не обижаетесь да но по статистике ростата 64 процента выпускника не работает по профессии знаете почему они знают как работать они вышли получили свой диплом и чё а что делать как делать у них нету никаких алгоритмов у них нет ни одного протокола в лучшем случае у них есть какой-то тест mmpi и вот они как вот пытались значит в институте тесты свои делать так они этими тестами с умным лицом сидят с клиентами в лучшем случае психолог попытается как-то что-то там придумать пойти в какую-то ассоциацию как-то повышать квалификацию но из 30 тысяч 64 не начнут практику из оставшихся 30 4 процентов примерно до половина сольются в первый год и у нас из выпускников примерно 5 процентов которые будут работать и самое страшное что из этих 5 процентов 4 ненаучно доказанных психологии не инстаграма у нас один процент занимается доказанной психофизиологии потому что популярна астрология биосоциальная какая-то энергетическая концепция родовые проклятия притяжение желаний материализация мыслей популярно все кроме науки популярно все кроме психофизиологии популярно все кроме того что было а стала б и это большая проблема не только в россии в целом поэтому давайте знакомиться значит что мы сделали в программе мы разбили на 7 модулей седьмой дополнительный всего шесть основных сразу скажу что эта программа не предусматривает диплома в рассрочку как это предусмотрено во многих вузах а я вот запомните 5 сентября 2021 года а я думаю что мы скоро станем вузом меня планы большие я хочу сделать пример для образования в области психотерапии в россии они просто там взять один поток и пропасть я хочу задавать стандарт действительно качественно наконец-то образование просто устал видеть этот маразм в образовательной программе в образовательных учреждениях я выступал в первом меди мне было стыдно при всем уважении к первому меду ко мне подходили потом заведующий кафедр и говорили алексей у нас нету этого в программе не потому что мы не знаем то что мы не умеем у них этого в программе нет это к вопросу о современном подходе я уж не говорю про психиатрии на нашу сергей сергеевич вам расскажет чек который пишет клинические рекомендации психиатр клинические рекомендации в россии и он вам как никто другой скажет у них между нами так сказать это мы коллекционируем назначение психиатров приходит девочка с паническими атаками у нас коллекция так что назначают пять препаратов шесть препаратов зачем два препарата дублирующих друг друга зачем два препарата противоречащих друг другу зачем помнишь эту историю это это вот история про то что врачи коллекционируют катастрофу так чисто для себя посмеяться и это все наша страна и это большая беда я уж не говорю про мой опыт когда у нас пациентка с паническими атаками до меня доковыляла как я тут выписалась мне ничего не помогает два месяца прошла пришла в себя игра что происходило как у меня паническое расстройство там тревога потому что я с мужем развожусь не выписали галлоперидол с аминозином препарат который снимает галлюцинации острый психоз подмосковье добро пожаловать в россии и когда у меня закончились слова и эмоции я стал просто делать первый модуль он отсутствует в российской федерации по определению в подготовке психологов эта катастрофа он присутствует в медицинских вузах но эти ребята потом не работают в области психотерапии первый модуль включает в себя уникальную историю уникальную программу по основным психофизиологическим функциональным диагностическим моментом это кардиология это пульмонология гастроэнтерология гематология эндокринология сомнология и психиатрия сказал соответственно 7 основных функциональных систем организма зачем психологу консультанту по тревожным расстройствам казалось бы откройте книжку по когнитивно-поединческой терапии а многие так и делают это же так легко сделал книжку дмитрия викторовича взял книжку роберта лихи сделал тренинг к прелесть и еще и курс повышения квалификации это же просто но проблема в том что вы не можете заниматься невротическими расстройствами если вы не знаете функциональных диагностических критериев я говорил уже сегодня да какой пульс норме какой пульс не в норме что такое аденоблокатор почему синусовый ритм он синусу не то что он синусовый а потому что синусовый узел по которому распределяется электролизация всего сердца ну и так далее какие экстрасистолы бывают желудочковые наджелудочковые какие органические заболевания сердца на ультразвуковом исследовании кто такой холтер кто открыл мониторинг суточного и кг как он его сделал для чего что там видно что там должно быть что там быть не должно при каких органических изменениях на узи можно говорить о том что есть риски при каких исследованиях на узи и кг и холтер мы говорим что паникуйте сколько угодно нет проблемы и вот это все наш врач кардиолог аритмолог будет вам рассказывать на блоке кардиологи а кардиофобия при паническом расстройстве номер один сердце очень легко фиксируется в тревожном расстройстве я думаю что мы здесь присутствующие так или иначе с этим сталкивались но я уж точно и и вот этот вот повышенный ритм сердца повышенная его активность повышенное количество экстрасистол заставляет постоянно туда как-то смещать внимание это очень удобно для невротика поэтому кардиология важно да вы не станете врачами кардиологами да вы не будете аритмологами но вы сможете точно объяснить человеку что с его сердцем посмотреть его исследование поработать в паре с кардиологом и объяснить все что ему необходимо знать чтобы не бояться за сердце в том числе когнитивно-поединические техники уже дальше ну дальше уже по кейсу соответственно сатировали анфедоров у нас будет читать и гематологии эндокринологии гастроэнтологии потому что тема гормонов опять же щитовидная железа тестостерон мужской репродуктивные женские гормоны в определенном возрасте все это очень важно вам знать вот вы удивлены будете что многие из ваших клиентов имеют дефициты гормонов щитовидной железы железа и что половина их состояния сопряжено с дефицитом железа или с дисфункцией щитовидной железы или с гиперфункцией и половинных депрессивного состояния вы увидите что корректируется с тем правильным восстановлением уровня гемоглобина и уровне щитовидной железы работа но не во сто процентах случаев но часто а когда мы имеем тревожное расстройство это часто параллелится повышенный стресс повышенное затянутое тревожное состояние провоцирует дисфункции что же там и щитовидной железы щитовидная железа дисфункция проводу продуцирует низкий ттг низкий ттг продуцирует депрессивный синдром астанический синдром вот на добрый вечер все вместе а вы все ходите со смэром там смэр 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 ты как гемоглобина я видел смэр 90 у меня не пишется уже даже ничего я не к тому что я против смэр я к тому что я против идиотизма вот молодой человек обратился пятый психолог остыния слабость депрессивность вялость ничего не хочется и вот депрессии пытаются лечить ничего не помогает и вот чувствую ну чисто дифференциально горят что тестостерона как-то догадался я нашу тестостерона у меня 8 на на моль на миллилитр ну в системе на на моль я говорю должно быть 28 у тебя в твоем возрасте я его направляю к врачу эндокринологу который специализируется как раз по этим вопросам поднимает ему класть лбигидом там хламефеном тестостерон бодрый активно жалоб нет три года ходил по психологам я не против психологов я против идиотизма это надо знать это надо понимать вас работы будет очень много вот честно учитывая ковид и пост ковид учитывая сегодняшнюю эпидемию в социальных сетях учитывая что это не закончится никогда и будет множиться кратно вас работы будет всегда много это не закончится никогда я помню в двенадцатом году я ходил на личную терапию психоаналитику три года ходил как положено как пионер каждый четверг 18.00 на психоанализ но сказала партия надо три года на психоанализ я ходил да вот я помню я прихожу к своему психоаналитику александр арамович у меня я все ним сидел думаю чего бы рассказать я придумал игре тревога играми тревожит а вдруг лент закончится вот меня смотрит твои клиенты не закончится никогда ну в общем мы об этом с ним говорили это был двенадцатый год я все переживал по мою переживал что я летом улечу в отпуск клиенты уйдут растворяться реально заключалось в том что я уходил в отпуск приезжал из отпуска как-то на стрелы раза больше а потом еще в 3 раза больше а потом еще в 3 раза больше и с этим ковидом и с пост ковидом сейчас у врачей будет мантра это пост ковидный синдром вот чё у вас не случись у вас будет все пост ковидный синдром сейчас нога у вас заболела к этом болит он все понятно все они сейчас в мкб ведут пост ковидный синдром как нозологическую единицу у вас все будет пост ковид вот раньше было в сд а теперь у вас будет пост ковид вот запомните мои слова я думаю что это будет так всегда у нас в будущем точнее вот поэтому работы будет очень много я считаю что ваша профессия именно специализация даже не профессия психолог консультант это скорее навык это не я бы не назвал то профессии дады юра вы получаете диплом пятьсот шестьдесят часов а процент при подготовке где будет написано вы увидели домой диплом ведь не дает право на ведение нового нового вида профессиональной деятельности это все так но у меня задача даже не в дипломе у меня задача чтобы вы навык вот этот получили и отработали его на практике а работа у вас будет много и работать будем уже на курсе то есть уже где-то на середине ближе к концу вы уже должны будете консультировать людей я вам буду помогать мы все будем разбирать никогда не поведитесь на то что я сначала закончил потом я сяду значит в лотос почувствую что я готова вы никогда не почувствуете что готова поэтому практику начнем середины страшного не страшно мне это не интересует вам должно быть страшно вы никогда не будете готовы понятно вот работа будет много у вас и я не исключаю что сначала это будет хобби а потом это станет вашей основной профессии так когда-то случилось со мной я никогда не думал что я буду психологом я никогда не думал что я буду этим заниматься это было всегда хобби сначала бесплатное потом у меня был кризис как взять 500 рублей я же не готов я подходил в институте значит трем преподаватель у меня невроз я могу взять пятьсот пятьдесят рублей за консультацию а в чем проблема я же не закончил еще а это ты учишься это нормальная практика студента но я вдруг вот это стандартная история мы с вами будем обсуждать надо будет делать надо будет быть блогером надо будет писать статьи доносить до людей и так далее это где-то важно все вот ваши страхи будем уничтожать просто и вы потом увидите у меня вот была ученица сейчас очень известная ну как и очень известная в узких кругах известный блогер потом его не на курсе буду приводил пример все боялась делала как как положено все получилось дальше идем сонология тоже в первом модуле очень часто у тревожных пациентов нарушение сна как восстановить сон что для этого нужно какие дать рекомендации для восстановления сна какие дать техники по когнитинопоеденческой терапии и серии не могу спать усни давай усни там все это будем проходить как восстанавливать сон и его качество михаил борисович это врач психиатра заведующий отделением санкт-петербурге он будет приезжать к вам по выходным и он будет читать именно психиатрии на вот этом блоке да тоже важные дифференциальные моменты о том как отличить одного другого как помочь пациенту справиться с некоторыми сложностями на первом этапе когда уместно психофармакотерапия когда не уместно как сочетать с психотерапией и многое другое павел якович один из наших бриллиантов так сказать научных мы когда его фамилию произносим нас люди из научного мира это серьезно вот это врач невролог да соответственно он по классу неврологии со своим коллегой будут рассказывать такие темы которые даже врачи не знают тот же самый рассеянный сколероз для меня было откровение что после определенного возраста 20 процентов психологов путают симптомы рассеянного сколероза с неврозом welcome какой-нибудь психолог мгу это знает дифференциальная диагностика симптомов рассеянного сколероза после 40 лет от тревожного расстройства нет туда же касается общая неврология пресловутые синдромы ортебральных артерий этой артерии позвоночной что такое вообще дифференциальная диагностика истинных неврологических поражений патологии все в этот прекрасный научный сотрудник и врач вам расскажем вместе со мной вы должны будете это знать у вас будет большая рабочая тетрадь все там законспектируем и нужно будет это все доносить до пациента соответственно дальше в первом модуле у нас вопросы тестостерона эндокринологии что еще пульмонологии отдельно можно остановиться эта история дифференциальной диагностики бронхиальной астмы функции дыхания часто пациенты жалуются на неполный вдох на все вот этот пульмонологические истории и это вопросы именно дифференциальных диагностик бронхиальной астмы аллергической или приобретенный также мы говорим о желудочно-кишечном тракте не хочу никого пугать но вы должны знать что симптомы неврозы желудка и кишечника они же подсказываете дисфункции желудка кишечника и сорка да три буквы эти срка имеет схожую симптоматику с онкологией кишечника вздутие боли спазмы если психолог этого не знает да популяции там не в большом проценте но после 40 скрининг нам говорит что возможно а какой психолог на сто процентов скажет что жалоба на срк пациента после 40 не имеют связи с онкологическими процессами в кишечнике на каком основании вот если бы я бы сказал на основании колоноскопии выполнены позавчера а у них все психосоматика серьезно я не против психосоматики мы будем об этом много говорить не против идиотизма вслепую говорить что синту симптомы того же срк это сто процентов психосоматические симптомы без доказанных исследований нельзя и были случаи когда выпускали онкологию пытаясь лечить психосоматические переживания не часто но бывали окей по первому модуле вопроса напоминаю что первый модуль физиология да пожалуйста можно или мероприятие микрофон да скажи что так все работает клево сейчас я вам перенесу вот это еще один наш бриллиант сатирова елена федоровна я не понаслышке знакома с ней лично и я скажу без шуток и без преувеличений это человек который спасает жизнь это не просто врач онколог который сидит в поликлинике ну и знаете как по протоколу поступили вот вам нужно это 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 врач который бьется до последнего за всю я с ней взаимодействовала в течение полутора лет каждую неделю и за эти полтора года я не видела ни одного случая чтобы от нее выходили со слезами на глазах и с полной безнадёгой и когда речь стала по поводу того кто будет вести гематологии эндокринологии гастроэнтерологию переговорив с елена федоровной я сопоставила знаете как такой ниточкой ключевые страхи человека с неврозом у меня рак у меня там что-то температура повышается 37 все это точно рака здесь еще вздутие и когда мы обсуждали нашу программу с елены федоровной ну без шуток я поняла что это именно тот доктор который должен вам показать что такое истинная онкология что боится невротик больше всего умереть анкел самые страшные вот эти вот заболевания до что там первое приходит рак желудка у меня там у нас сейчас вот кстати по гематологии тоже стали популярны вот это теперь все ищут анемию а искать ее не умеют то есть они видят ферритин они видят гемоглобин там знаете 127 а ферритин у человека 5 они говорят ну гемоглобин же нормальный а то что ферритин это запас никого не волнует а человек ходит говорит у меня голова кружится говорит наверное у меня рак мозга что-то со мной не так и вот эта вся история она очень важна поэтому мы елену федоровну выдернули прям она потрясающий врач может быть кто-то знает медтехнологи это крупная сеть клиник по москве к 31 это вот они вместе как дочерняя фирма их и не фирма медицинская организация и работаю не очень много но вот собственно с нами она нашла общий язык время поэтому мы с ней проговорили каждую лекцию то есть и вам будет читать этот человек который поистине каждый день видит онкологию который поистине каждый день может действительность увидеть что такое синдром раздраженного кишечника физиологического генеза да вот что ну вот не только всегда от психоэмоционального напряжения случается у людей и вам покажут что ну вот да алгоритм что в какие из истинные симптомы есть у человека у которого действительно возможно рак кишечника какие истинные симптомы у человека у которого возможно гемохроматоз какие истинные симптомы у человека у которого занижен ттг т3 т4 там или завышен какие истинные симптомы у человека вот все тоже далеко не знают что преслоутый тестостерон как бы в норме должен быть еще и у девушки дефицит тестостерона также вызывает у девушки массу неприятностей просто никто об этом не грызнул у нас всего по программе восьмидесятых годов учат а то что эндокринология не стоит на месте никто об этом не знает что каждый раз проводятся исследования если мы посмотрим на клинические рекомендации там европейские они будут кардинально отличаться от того что у нас но это же не значит что этого нет это нужно знать что есть разные методы исследования тестостерона что есть просто мы сдаем по методу и фа есть когда мы сдаем и слюны и разные то есть вы сдаете кровь у вас тестостерон нормально сдаете и спины тестостерон ненормальный а то что тестостерон и слюны в принципе сдают все спортсмены наверное не просто так наверное он более корректен и вот эти вот Все вещи вам расскажет непосредственно врач, который с этим сталкивается изо дня в день. Поэтому как таковой отдельной онкологии не будет. Мы же не врачей из вас делаем. Мы делаем из вас специалистов, которые увидят анализ крови, общий анализ крови, и поймут, что, наверное, этого человека необходимо отправить к гематологу. Потому что там занижено это, повышено это. Чтобы у вас это по щелчку пальцев работало. Так же, как это работает у меня, у Алексея Юрьевича. Я вот занимаюсь расстройствами пищевого поведения. У меня каждый клиент, который приходит ко мне, первое, что они мне присылают, в 90% случаев это свой общий анализ крови. Потому что я не могу работать с человеком, если у него длительная история с РПП, и я не буду рисковать. А кто знает, что у ваших клиентов будет. Поэтому это очень важно. Спасибо, Эльмир. Эльмир, Марат, мы не будем делать из вас врачей, и не думайте, что вы будете сидеть на лекции, на которой вам будет скучно. Поверьте, я исхожу из двух простых вещей. Вот по первому модулю, да? По всем нашим вопросам физиологии. Первое, я исхожу из того, что вы должны точно знать, что это психосоматика, и что вы должны точно знать, что это психогенная природа, а не органика. Понятно? Это прежде чем начать лечить человека тревожное расстройство. И второе, я исхожу из очень понятной истории. Если вы вовремя обратите внимание человека на определенные вещи, возможно, вы спасете ему жизнь. И, возможно, через 3-5 лет он вам напишет, что, вы знаете, вы тогда обратили внимание на это, я пошла, и мне врач сказал, хорошо, что вы пришли сейчас. И у нас, Эльмир, такие случаи частые. Хорошо, я паузу выдержал, да? Умею, практикую. Второй модуль. Основные психотерапевтические подходы. Конечно, подходов много. И те два подхода, о которых сейчас пойдет речь, они не то чтобы основные в мире, но они как минимум научно обоснованы и как минимум мною отработаны и как минимум доказали свою совместимость и эффективность. Сейчас мы об этом поговорим. Давайте начнем с того, что у нас есть когнитинно-поведенческая психотерапия. Мы и ваш покорный услуга, и в целом наша школа очень дружна с ассоциацией когнитинно-поведенческой терапии. Как вы знаете, мы с Дмитрием Викторовичем, в хороших теплых отношениях. И кто следит за моей работой, видели наши совместные вебинары. Я был на последнем съезде ассоциации. Рад был всех видеть и был приятно удивлен большому вниманию коллег. Поэтому во втором модуле у нас два основных психотерапевтических метода, которые вам необходимо изучить более качественно. Конечно, на моем шестом модуле я покажу вам и гештальт, и транзактный анализ, как все это синтезируется. Но в основном втором модуле у нас есть два метода. Напомню, пожалуйста, сколько часов по когнитинно-поведенческой терапии. 48 часов когнитинно-поведенческой терапии. Достаточно для того, посмотрите, у вас в распечатке есть программа. У кого нет программы, поднимите руку, вам любовь даст. Любовь, ребят, дайте, пожалуйста, программу, у кого нет сейчас в зал. Когнитинно-поведенческая терапия. Стандартная история работы с убеждениями. Стандартная история стрелки вниз. Сократический диалог. ABC и SMER подходы. ABC – это больше рационально-эмотивно-поведенческая терапия Элиса. Павел вам все про это будет рассказывать подробно. Кто был на панельной дискуссии, и у меня в YouTube есть лекция наша с Павлом. На панельной дискуссии посмотрите. Это в открытом доступе на канале Невроза Мегаполиса присутствует. В общем, когнитинно-поведенческая терапия обязательно на нашем курсе, для того, чтобы вы ее знали именно технологично. И Павел Владимирович вам очень технологично про это расскажет. Это тоже очень близкий коллега Дмитрия Викторовича. Они очень много совместно работают. И у них даже стиль похожий. Какие-то метаморфозы внутренние, смежные, так сказать. И фактически, когда Павла слушал, я фактически слушал Дмитрия Викторовича в какой-то степени. Кто слушал, да, и то, и другое, видели, что очень схоже. Так что рекомендую. Ну и я с гордостью хочу представить, я никогда об этом не говорил на камеру, я никогда об этом не говорил публично. Вы первые сейчас все онлайн и оффлайн, кто это сейчас услышит. Все слышали мои интервью, что в 2005 году, там, 6-5, когда я столкнулся со своим тревожным расстройством, работал в ресторанах, значит, это все преодолевал. Так вот, я говорил, что я начинал с книжек Курпатова, потому что тогда не было ничего, кроме книжек Андрея Владимировича. Это был шестой год, но Ютьюба даже, по-моему, не было в России. И потом, когда я сам с этим всем делом справился и уже начал снимать видеоблог в 2011 году, я начал изучать психотерапию, чтобы понять, что же со мной случилось-то вообще, что это за зверь такой. И помните, я говорил, что я нашел работы, клиники неврозов и небегти. Вы помните в интервью такую фразу? Вот это и есть тот самый человек, чьи работы я нашел. И я еще в 2011 году, помните, это сиолетовую лампу, камень-аметист в руках, значит, сидит этот странный парень в городе Химки, значит, меня там в Ютьюбе все там поливают дерьмом, значит, куда меня и что. Это все, я им очень благодарен за это. И если бы не это дерьмо в 2011 году, меня бы здесь сегодня, наверное, не было бы. И именно работы Сергея Александровича и профессора Александрова и положили ту основную внутреннюю концепцию, которую я потом нес все эти годы. Помните, патогенез, вторичная функция симптома, внутреннее противоречие, сверхценные потребности детства. Вот эта вся история, это и есть личностно ориентированная реконструктивная психотерапия кровосарского мясища. Она же патогенетическая. Она же личностно ориентированная, реконструктивная. И я хочу вам с гордостью сказать, что Сергей Александрович будет прилетать раз, два, три, четыре, три выходных подряд. Это шесть занятий. И передаст вам знания Карвасарского, Борис Дмитриевича и Мясищева. Система отношений, терапия неврозов, патогенез, внутренние противоречия, функция симптомов. Это все, это фактически я. Только от моего учителя. Поэтому я мечтал об этом много лет. И когда я приехал не так давно в Питер на конференцию на съезд Ассоциации когнитно-поединенческой терапии, вот мы с Кириллом как раз и ездили, я честно, я не видел программу. Но у меня было столько в голове дела, я хотел просто увидеть коллег, посидеть, послушать. И когда я увидел программу интеграции личностно-ориентированной и реконструктивной психотерапии когнитно-поединенческого подхода, у меня аж волосы поднялись. И когда я сидел на главной сцене основателей личностно-ориентированной и реконструктивной психотерапии, которые сейчас работают в Питере, и когнитно-поединенческие психотерапевты обсуждали, что это два наиболее сочетаемых метода и за этими методами будущее, и я реально встал, аплодировал стоя. Даже потом говорили, ты что? Потому что это именно то, о чем я говорил в 2011 году. Это именно то, за что меня поливали дерьмом. Это именно то, про что говорят, а чем внутренний конфликт, и какая психодинамика. Это вообще отдельная история. Внутренний конфликт искать не нужно, психодинамика это плохо, но вторичная функция симптома есть. Вторичная функция симптома не может быть без психодинамики. Потому что функция симптома, вторичная, решает вопрос психодинамики. Нельзя сказать, что психодинамики это плохо, внутренних конфликтов не существует, но есть вторичная функция. Так вторичная функция вытекает из психодинамики. Но это сейчас уже более тонкие профессиональные вещи. Поэтому сочетать эти два метода – это я. Это то, как я разбираю кейсы, это то, как я смотрю на пациента. Плюс мы к этому второму модулю теперь знаем, что у вас будут большие дифференциальные знания физиологии. Дальше мы переходим в третий модуль. Физиология центральной нервной системы. Это научные фундаментальные знания, которые необходимы любому человеку, который занимается невротическими расстройствами. Владимир Александрович, мы когда в Инстаграме выкладывали, я выкладывал наших преподавателями, несколько человек написали, что на ФПА он преподавал, да? У кого он преподавал? Поднимите руку. Два, да? Все очень хорошие о нем мнения. Этот курс будет посвящен именно головному мозгу, о том, какие структуры мозга за что отвечают, как работают доминанты, как работают различные отделы и как они функционируют, для того, чтобы объяснить правильно нашим пациентам о том, что с ними происходит, что такое невроз и как это корректируется. Следующий модуль, модуль, которого тоже нету в базовом курсе подготовки в среднем в России, мы его отдельно назвали психиатрией для психологов. Этот модуль в большинстве своем случае необходим для дифференциальной диагностики серьезных психических заболеваний. Вам будут переданы знания и протоколы опросника, как быстро опросить тяжесть невроза, невроза, чем отличается мания и бред от обсессий. В психологии МГУ чем отличается обсессия от бреда. Соответственно, вот это все, посмотрите, у вас там распечатан блок психиатрии для психологов, посмотрите темы, которые мы туда выносим в лекционную часть, и вы увидите, насколько эти темы важны. Это расстройство личности, это дифф-диагностика, это серьезные большие психиатрические патологии, невротические патологии, и очень важно, этот человек пишет клинические рекомендации по психофармакологии, и у вас будет возможность прекрасная задать вопросы по психофармакотерапии, когда она уместна, когда она неуместна, как работать с психиатром, как отличить тяжесть состояния, когда это нужно, терапия первого шага, и когда нет. Это очень серьезный и важный модуль. Если там какие-то модули можно где-то подсмотреть, переспросить, то в психиатрии должны быть все. Понятно? Как и на всех других. Следующий модуль, и тут всем знакомое лицо, но мы не будем на нем останавливаться. Основа психологического консультирования. Что это за модуль? Этот модуль практически очень часто меня спрашивают, как не выгореть в профессии, как отстоять личные границы психологу, потому что клиенты их начинают дожимать. Если у вас с личными границами проблемы, вас просто, простите меня, высосут 24 на 7, вот чтобы вас не высосали, чтобы вы не выгорели, чтобы правильно выстраивали терапевтические отношения, не переходя эти рамки, личность психолога-консультанта, ваши личные терапевтические особенности, вот это, как раз об этом я буду вести этот блок, и возможно мне будет помогать еще один психоаналитик, который я вам представлю позже. Ну и шестой модуль, опять же, тут знакомые лица. Очень часто мы сталкиваемся в России, когда у нас есть хорошая и неплохая программа, но она так размыта, и в конце вы заканчиваете, и у вас есть такое послевкусие, а как это объединить в единую структуру? Вроде как там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть, а как в целом-то выйти и работать? Вот шестой мой модуль, это модуль, в котором мы объединяем физиологию, диагностику, психиатрию, КПТ, личностно-ориентированную реконструктивность, привыкайте, она будет называться у нас личка. Личкой мы называем личностно-ориентированную реконструктивную психотерапию, но иногда личкой называют личную терапию. Тут не путайте, да? я буду объяснять, как это все объединить в единую структуру. Помните, как я кейсы разбираю? Вы такие, блин, 25 минут, а как он это делает? Чего он читает? Мои все, кто меня ненавидит, это все. Говорит, что же он такое делал? Где он это? Перечитывает всю азбуку какую-то литературу, значит, несчастного там мучают всех. Структура должна быть в голове. Вот А да я. Вот мы эту структуру на шестом блоке будем разрабатывать. Да? Как интегрируется личностно-ориентированная когнитно-поведенческая физиология, кейсы будем учиться разбирать, вы туда будете приносить свои кейсы. Будем разбирать кейсы, учиться разбирать кейсы, учиться работать по протоколам. Не то, чтобы у вас не будет творчества. Творчество у вас будет, но творчество в рамках адекватности. Да? То есть у вас будут протоколы. Первое занятие, пациент жалуется на такое-то, такое-то, чтобы у вас в первое время не было вот этого мандража и суеты из серии «давайте поиграем в шахматы». У вас будет протокол, опросник, терапия, диагностика, процесс, и вам будет на первом пару проще работать по протоколам. Потом уже, когда вы чуть освоитесь, и у вас уже будет более понятная конфигурация пациентов, вы уже будете в эти протоколы вносить какое-то свое трекреативное творчество. В рамках не звезд в Меркурии, а в рамках какого-то такого персонифицированного подхода, что ли. Соответственно, и седьмой у нас модуль дополнительный. Вот как раз Кирилл Андреевич за вашими спинами находится. Он будет готовить для вас программу. Сейчас мы ее уже утверждаем и прорабатываем. она будет факультативом идти, где-то примерно параллельно с четвертым модулем. Я вам так скажу. Есть немало на планете талантливых людей, но о них никто не знает. А есть посредственности, о которых знают много. Мы это видим сегодня на примере Инстаграма. Мы видим очень посредственный курс, очень посредственные знания, но о ней знают все. И мы видим объем. И мы видим талантливых ребят, о которых никто не знает. Вот как научить вам, показывать вам ваши способности, знания, талант, вот мы вместе с Кириллом Андреевичем как раз будем вам об этом говорить. Я буду главным кейсом. Как в каждом найти то, что можно показать через медиа, то, что можно показать через digital, то, что можно сегодня делать и нужно. Потому что вы можете быть овер дофига умный, но если об этом никто не узнает, то зачем вам, для кого это все. Поэтому придется быть еще и современно креативной. Блог, личные страницы, визуал, продвижение, контент, все это очень важно. И не бояться. Я очень хочу, чтобы каждый человек, здесь присутствующий из наших студентов, вел медиа, транслировал свои знания. И когда мы объединим, чуть позже вам скажу, где всех нас в единую структуру, поверьте, мы изменим в России вообще подход к психотерапии. Еще очень важный момент. Многие вузы ориентируются на теорию, которую надо начитать. Наш курс ориентирован на практику. Любые кардиологические, эндокринологические знания будут нами интегрированы на практике. Эльмира Маратна вам будет распечатывать даже анализы, говорит, найди ошибку. Понимаете, о чем мы? Я говорю, кейс такой-то, куда будем смотреть? То есть любое знание программы, которая вам будет начитана, оно должно быть вами отработано в кейсе. А не просто посидели, кофе попили, покурили и пошли. Потом диплом получили и занимаетесь вернирой в Меркурии. Это понятно? Это очень важно. Сразу скажу здесь же. Не рассчитывайте, что будет легко. У вас будут зачеты и экзамены. После блока физиологии будет зачет, после психиатрии будет зачет у врачей, после психологического консультирования будет зачет, после КПТ будет зачет, после лички будет зачет, после моего модуля будет зачет, а потом еще финальная зачетная работа. У вас будет семь испытаний, а я буду злой ректор. я хочу выпускать качественных людей. Я вас потом вешаю на наш сайт. И я не хочу вешать человека, который ни о чем, простите. Я хочу, чтобы все наши ребята, которых мы выпустим, я сказал, да, это наш выпускник. Да, он не идеальный, да, он может ошибаться, да, он не все знает, но я знаю, что ему нужно время. И мы будем за них горой. Мы будем их продвигать, мы будем их рекомендовать, мы будем их двигать в медиа, в стране. Это важно. Понятно? Это не значит, что вы должны выпуститься и не ошибаться. Это не значит, что вы должны выпуститься и не бояться. Вы будете совершать ошибки, вам будет непонятно, вы будете не знать, что делать, это нормально. Но главное, чтобы вы это делали, шли вперед, исправляли ошибки и двигались дальше. Эльмира Маратовна посадила еще зрение на минус один и лишилась еще двух волос, пока делала для вас методическое пособие. Фактически она написала дипломную работу еще раз в своей жизни, будучи филологом по базовому образованию. И она сделала для вас методическое пособие, не то, которое вы в руках держите, а методическое пособие по каждому модулю, чтобы вам было проще усваивать информацию, чтобы у вас были основные тезисы уже записаны, кейсы записаны, разборы записаны. Вам надо только туда дописать какие-то другие свои размышления, какие-то штучки, дрючки и так далее. То есть у вас будет еще методичка. Там же будут протоколы, рекомендации и так далее. Ну и это не главное в вашей профессии. Поверьте, у меня, я в практике с 12-го года. Ни один мой клиент, вот честно, никогда не задал мне вопрос, какое у меня образование. Я не говорю, что это хорошо. Я просто вам, вы знаете меня, я очень прямой человек. Может быть, иногда излишне прямой. Не потому, что диплом не нужен и потому, что это там лишнее. Когда ко мне приходят за знаниями, за консультацией, люди не смотрят на то, что висит у меня на стене. И то, что вы получите диплом гособразца, тот, о котором я вам говорил, это, конечно, хорошо. Но я хочу, чтобы к вам шли за пользой, за знаниями, за вами, как за личностью. Да, вы его получите. Но не на это надо ориентироваться. Про диплом я сказал. Ну и, соответственно, по стоимости, наверное, все уже видят. У вас тоже в раздатке это есть. Мы, безусловно, учли особенности ситуации. Но скажу сразу, я не исключаю, что со второго потока курс будет стоить дистанционно и очно в два раза больше. Если вы знаете цены на рынке сегодня доп. образования, вы знаете, что таких цен, как у нас, почти уже нет. Вы можете увидеть цены 300, 350, 290 тысяч. А наша программа уникальна. Если у вас есть чем сравнить, то вы хотя бы видите по ее составу уже. Я не думаю, что она будет стоить полмиллиона, но я предполагаю, что очно она будет доведена на 100 тысяч дороже. Дистанционно примерно так же. Но я не исключаю. Я не сказал, что это будет 100% так, но не исключаю. Может быть, это будет плавное повышение цены, какое-то не такое большое. Но это важно. Ну и, соответственно, контакт у вас есть на раздатке. А сейчас переступаем к самому главному. Ответ на вопросы. Я жду от вас. Вот у Кирилла есть микрофон. Вы можете поднять руку, задать свой вопрос. Друзья, да, у нас рубрика «Ответ вопрос» будет проходить по принципу, что я буду подходить к вам. Каждый поднимает руку, отдавает микрофон, и вы задаете свой вопрос. Пожалуйста. Спасибо. Вы не могли бы назвать весомые плюсы очного обучения по сравнению с овощным. Мог бы. Если вы идете учиться первый раз, и вы не психолог, вы никогда не учились на психолога, то если вы идете дистанционно, то вам нужно быть очень сильно внимательным и очень интегрированным. То есть никакой халатности. Если вы психолог, который живет в Москве, то вы понимаете, что когда вы в группе, когда вы в контакте с преподавателем, когда вы в контакте с аудиторией, вот эта движуха обед, перерыв, девочки, здравствуйте, что вчера было, что было понятно, вот эта вот сама по себе атмосфера взаимодействия в зале, она дает тоже очень многое. Она не решает фундаментальных вопросов знаний, но она просто запоминается вам очень хорошо. Плюс у вас есть всегда доступ к моему телу, у вас есть доступ всегда подойти, задать вопрос, у вас есть доступ к преподавателю, подойти после лекции в перерыве. Почему оно дороже-то? Потому что из-за этого доступа. Не то, что меня сейчас все будут, 40 человек насиловать в кабинете, в каждую субботу, воскресенье. Нет, у вас есть доступ к преподавателю, у вас есть доступ ко мне. Конечно, мы будем онлайн отвечать на вопросы, я тоже буду в доступе онлайн, меня тоже будут там насиловать онлайн, там будет наш куратор, который будет собирать вопросы всех ребят дистанционно. Кто-то дистанционно, если очень захочет, может прилететь, поговорить. Поэтому разница только в этом. Спасибо. Если есть возможность податься очно, но у вас есть там дети, образование дополнительное, работа, я бы выбрал так, податься очно, если есть финансовая такая возможность, и какие-то субботу или воскресенье пропустить, посмотреть в записи, а у вас запись будет, но потом у вас есть возможность приехать очно, как бы это все наверстать, поговорить, обсудить, нежели податься заочно и не иметь возможности сюда приехать. Поэтому если вы в Москве, то лучше податься очно и где-то там пропустить что-то, посмотреть в копию, а потом приехать все это обсудить, нежели изначально податься заочно, а потом стоять у дверей, потому что место уже закончится. Да, пожалуйста. Здравствуйте, спасибо за ваш вклад. Очень интересная программа. У меня вопрос по расписанию. Ну, то есть это раз, два раза в неделю, выходные. Учебный план, я думаю, Эльмира Маратна ответит на вопрос. Да, пожалуйста. Здравствуйте, я отвечу на этот вопрос с превеликим удовольствием. Обучение у нас стартует 25 сентября, и обучение будет проходить суббота, воскресенье. По большей части это подряд 4-6 выходных. Потом у вас перерыв, ну, то есть когда не будут выходные заняты. А потом опять, то есть у нас обучение модульное за счет того, что сейчас согласуют, ну, как вы видели, у нас бриллианты преподают. И эти бриллианты, они очень заняты. Вот, и за счет этого мы просто, там бывает, где-то на один день смещается, да, и вот мы когда полностью все утвердим, календарный план, вы его увидите. Но вы должны быть готовы к тому, что это суббота, воскресенье, не менее 4-х выходных. Спасибо большое. От 25 сентября. От 10 до 6, после 6 вы можете планировать свой вечер. Обед, перерыв, кофебрейки. Вы видели там зону кофебрейка. Здесь рядом есть, я насчитал, 5 точек питания, начиная от фастфуда, заканчивая и грузинскими, и русскими кухнями, как говорится, welcome, да. Буквально тут в шаговой доступности. Пожалуйста. Здравствуйте, спасибо большое. Подскажите, пожалуйста, вот в Европе, в Америке очень популярна психотерапия, и каждый имеет, по сути, своего личного психотерапевта. Мне вот хотелось бы задать вопрос по поводу их программы. Она какая-то стандартизированная, и сравнивали ли вы вашу программу с заграничными? Сейчас я тогда начну, как я это представляю и обладаю информацией. В Америке, к сожалению, самой психотерапии не так много. Там очень много психиатров, и там государственная политика, и это фармакология. Детям с 14-16 лет уже принято назначать антидепрессанты. И там очень много семейных медикал-докторов или фэмили, там этот самый кто-то, который, в принципе, сажает подростков уже на антидепрессанты и просто контролирует этот процесс. Что касается сертификации, да, в Америке она лучше устроена, и там система сертификации и лицензирования гораздо более качественна, но все-таки там преобладает медицинский подход. Да, там есть когнитинно-поединенческая терапия, там есть гипнозы, там есть психоанализ, но это просто вопрос менталитета. Там есть коучинг, да, и в каждой крупной организации есть врач-психотерапевт или психиатр или коуч, который просто помогает менеджерам снять стресс и так далее. То, что домохозяйка или менеджер, который живет в Америке, ходит к своему психоаналитику, это скорее лайфстайл. У нас в России подобный лайфстайл еще не пришел, но благодаря медиа, и мы видим сейчас, что блогерки, Саша, я обещал, и, значит, блогеры говорят все больше о своих проблемах. Мы видим в медиа девушек и мальчиков, которые говорят о том, что у меня была зависимость или у меня были там какие-то проблемы, и они делятся с этим, как с этим справляться. И это говорит о том, что очень скоро мы увидим волну искренности, и люди не будут стесняться ходить к психотерапевту, говорят о том, что я хожу к психологу. У меня лично пять блогеров, которые, ну, мои друзья, которые не стесняются и говорят, я вот хожу к Алексею. Да, ну, кого-то, ну, это их личная история. Вот, или кто-то там не говорит, но они говорят, что я была сегодня психологом. Я знаю, что она была у меня сегодня, но она говорит, я вот пожелаю к психологу. И они не боятся об этом делиться на миллионную аудиторию. Поэтому я думаю, что ваш вопрос – это вопрос менталитета. Что касается нашей программы, чем она отличается, это Эльмир Маратович сейчас вам пояснит, но мы исходили именно из современного подхода. Это научная доказательность, это клинические рекомендации, это исследования, и мы только на это опирались. То есть мы не опирались просто на какую-то свою, знаете, теорию из серии «давайте впихнем невпихуемое». Я вот очень хочу впихнуть философа. Эльмир говорит, некуда. Я говорю, расширь пространство и впихни. Он говорит, некуда. Но вот, кажется, мы нашли два дня. Кажется, да. Я очень хочу, чтобы вам серьезный преподаватель философии прочитал большую-большую лекцию по стаицизму. Вы все понимаете, почему это важно. Потому что на этом базируется когнитетно-бладенческая терапия. И тебе что добавить? Да, у меня есть что добавить. Касаемо, если я правильно поняла вопрос, то здесь он состоял больше в модели обучения, чем она наша преимущественнее, чем где-то там. Спасибо за этот вопрос, потому что это то, чем мы занимались с Алексеем год. Вот как у меня спрашивают все, кто там близкий, наблюдают, в каком ритме мы работаем, я говорю, вот эта программа, школа, это наш общий ребенок, которого мы выхаживали, выхаживали, выхаживали. И та модель обучения, которая используется нами в этой программе, то есть если вы еще раз пересмотрите все блоки, начинается с фундамента. В Европе, если мы посмотрим на образование психологов, там могут быть масса дисциплин. История психологии, философия. То есть они очень гуманитарны. То есть там вот они... Это не хорошо и не плохо. Я не говорю о том, что знание там истории психологии или философии в каком-то большом объеме, это плохо. Это нормально. И вот как правильно Алексей сказал, у нас разный менталитет. То есть если к нам приходят клиенты, они идут не так, как идут там к психотерапевту. То есть если там приходят к психотерапевту, у меня масса клиентов с Европы. И почти все, 99% пришли ко мне с антидепрессантами. Говорит, ну вот GP выписал. Я говорю, зачем, зайка? Что случилось? Она говорит, да вот с мужем развестись не могу. Я говорю, так антидепрессант, как он тебе поможет там? Что-то решение за тебя примет? И в этом и есть проблема, что там просто, понимаете, они по-другому на это смотрят. То есть наша программа, она адаптирована под наш портрет клиента. То есть когда к нам приходит ротик, там вот это все, сердце болит, не могу, мне страшно, здесь и решение принять не могу, а здесь как бы нужно идти в диагностику провести. То есть наше обучение, оно уникально тем, что оно отвечает на запрос клиента. Наша основная задача была, вот я помню, когда мы только с Алексеем начали разрабатывать программу, я вот так вот его посадила, я говорю, Юрьевич, давай, что нам нужно сделать? Можно добавить? Да. Мы исходили из того, что, меня слышно нормально, да? Мы исходили из того, что мы не делали программу ради программы. Вот Эльмир мне посадил, говорил, на что жалуются клиенты? И вся программа, которая вам представлена, это выжимка реального кабинета, а не просто из серии, ну на что бы могла пожаловаться пациентка в этом мире? От личной жизни, до успехов самооценки, ОКР, паники, кардиофобии, ипохондрий. Это все та выжимка многотысячной практики, а не просто, вот знаете, давайте поговорим о психологии, которая не наука. Просто поговорим. Это больная тема, потому что мы сейчас не будем об этом. И вот об этом Эльмир и говорил. То есть мы сделали программу, которая точечно решает вопрос пациентов ваших. И 100%, когда вы будете работать, вы в этой программе увидите решение ответов на все вопросы ваших запросов. А вот когда мы говорим про европейскую историю, там общее представление о некой проблеме, но чтобы точечно пойти решать проблему, нужно доп. образование. И вот мы то самое доп. образование, которое решает точечно проблему. Это то же самое, что вы стоматолог общей практики, но вы не умеете хорошо работать гуттаперчей. Вы идете в профессиональный центр переподготовки, где вас учат работать гуттаперчей. Это пломбировка каналов, если что. Соответственно, это важно. Или дополнительная анестезиология в стоматологии. Вы не умеете это делать из-за медвуза. Вы идете в стоматологическую факультет на анестезиологию, изучаете анатомию челюсти, анатомию черепа, значит, всю эту историю. Понятно? Пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. У меня будет два вопроса, если можно. Да. Первый. Насколько сложно и насколько реально обучиться в вашей школе человеку, который никогда не был связан с психологией, то есть не обучался, не имеет высшего в этой сфере. Ну, насколько это вообще реально, насколько сложным будет путь. А второй? Второй вопрос. На тему того, что вот лично у меня как бы еще не оконченное высшее. Вчера общалась с вашим менеджером, она сказала, что можно пойти на обучение к вам в школу, если половина пути моего высшего уже пройдена, но диплом я получу в конце обучения. Я именно своего. Вот. А если я пойду учиться к вам и, ну, то есть как бы диплом у меня будет только через несколько лет, смогу ли я практиковать уже без диплома? То есть будет ли у меня вот такая возможность? По поводу второго вопроса вам Эльмира Маратна сейчас ответит более детально. Я занимаюсь все-таки больше передачей информации и знаний как психотерапевт с моими врачами и коллегами. Вот эти все структурно-юридические организационные вопросы Эльмира Маратна с любой вам более качественно ответит. Что касается первого вопроса, я пошел на курс переподготовки психолога-консультанта, имея высшее экономическое образование. Я работал директором по маркетингу в зоокомпании. Я работал персональным тренером по фитнесу. Я, в принципе, даже не думал, что я буду учиться в эту профессию. Но поскольку у меня был бэкграунд личного невроза, тревожного расстройства, и у меня была внутренняя мотивация очень много, и интеграция меня через мою личную проблему в это, либо у кого-то просто был какой-то опыт или какой-то интерес, проблемы не будет. То есть, если вы по образованию юрист или по образованию экономист, но вы чувствуете в себе интерес... Как вас зовут? Катя. Я вам больше скажу. Если вы посмотрите канал «Невроза мегаполиса» на YouTube, я проходила два ваших сезона и курс по паническим атакам. Если вы смотрите канал «Невроза мегаполиса» хотя бы последние года-два и изучили просто контент, вы все знаете. Вот серьезно. Вы все знаете. И порой больше, чем ваше высшее образование. Поэтому, если вам интересен контент, если вы понимаете, если вы хотите, если вы видите в себе силы, интерес к медицине, к научной обоснованности, к доказательству, к разбору кейсов, как я это делаю, то добро пожаловать. Никаких проблем не будет. А что касается вот этих вот технических нюансов по поводу дипломов, это вот Эльмира вам пояснит. Хорошо. Спасибо большое. Более детально. Там просто мне нужно еще несколько уточняющих вопросов. Давайте после мероприятия обсудим с вами. Это касаемо на каком бы этапе получения диплома и так далее. Отвечая на вопрос по поводу начала практики. Ой, все так боятся. И у меня нет диплома. Что же делать? Поднимите руку те, у кого есть высшее законченное образование. Спасибо. Теперь поднимите руку те, кто во время получения высшего образования проходил практику в институте. Что вас отличает от них? Вы также будете проходить практику. Это нормально. Это система обучения. Просто во время того, когда вы будете начинать консультировать, единственное, что вы должны сообщить своему клиенту, это то, что вы проходите профпереподготовку, вы только начинаете. Это единственное, что в принципе от вас требуется. Но во время обучения практиковаться нормально. Если бы я не начинала практиковать во время того, когда я меняла свою профессию, вот как Алексей Юрьевич сказал, я вообще педагог по первому образованию, русский язык и литература, лекции людям в университете читала. Какой бы из меня был специалист, если бы я сидела и ждала чудо с неба. Так не работает. Нужно практиковаться. Да, страшно. Да, где-то, может быть, вы будете допускать ошибки. Готовьтесь. И я допускала ошибки. И Алексей Юрьевич допускает. Мы все допускаем ошибки. Это нормально. Но наличие диплома не убережет вас от этого. Наличие диплома предоставит вам юридический комфорт в будущем. Что вы будете уверены, что за ваши слова у вас как бы есть, на стенке висит то, что вам защищает спину. Потому что завтра могут принять какой-нибудь закон, коучинг в России, вот этот преслоутый, прикроется, и все, у вас будет диплом висеть, который дает юридическое право. Я ответила на вас? Спасибо. Я дополню. Понимаете, какая штука. Я, когда учился в школе, я работал парикмахером. И я работаю с врачами. И здесь есть врачи, студенты, медики и практикующие врачи. И все вам скажут, что даже если вы врач или вы парикмахер, вы начинаете практику практически сразу. Студенты, медики идут ставить катетеры, делать инфузии, брать кровь. Все это когда-то надо делать первый раз. Я стриг когда-то первый раз. Это нормально. Поэтому это больше вопрос психологического комфорта. То есть я еще в процессе обучения, могу ли я, можете. Другое дело, что вы к Эльмире потом подойдете по поводу вот этого диплома, потому что там может быть некая задержка, а мы работаем в правильной концепции, мы слишком правильные. Вот мы реально слишком правильные. Есть ребята, которым все равно на некие вопросы законы, этики, и они шпарят как угодно. Мы не можем шпарить как угодно, я против этого. Подойдите потом к Эльмире, поговорите с ней насколько вы можете, когда вы получите диплом. Но дело не в дипломе. Пожалуйста. Можно вопрос? А, микрофон уже там, прости, пожалуйста. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Я уточняла в других учебных университетах про переподготовку, и там длительность переподготовки была где-то год, где-то три года. У нас получается вот в школе шесть-семь месяцев, я вижу здесь, анонсировано. Можно ли считать, что это ускоренный формат обучения? Прокомментирую. Спасибо. Проблема в том, что когда мы с Эльмирой столкнулись с исследованием вообще рынка образования, то удивительным образом мы можем и на три года вам сделать эту же программу. Мы эту же программу можем сделать на два года. Мы эту же программу можем сделать на десять лет. Заполнив ее, определенно технически это не сложно. То есть размыть программу на год-полтора вам Эльмир Марат скажет, как это делается. То есть это вопрос не по времени, это вопрос по ее плотности. Мы эту программу, вот которую мы сейчас вам презентуем, можем разбавить на пять лет. Зачем? Есть что добавить? Да, есть что добавить. У меня масса вообще добавлений по этому вопросу. Вот давайте возьмем средний вуз с доп. образованием. Возьмем, значит, профпереподготовка, психолог, консультант, ну, предположим, тоже 560 часов. Если мы посмотрим на количество аудиторных часов, это будет совсем другая цифра. Вы знаете, в чем разница между самостоятельной работой, практической работой? И как это все потом суммируется? То же самое с дистанционным образованием, когда просто, ну, есть, да, там какие-то у нас такие крупные, дистанционные, там, кто переучивает на психологов. И если мы посмотрим количество лекций и количество самостоятельной работы, лекций меньше, чем самостоятельной работы, по факту, сказать честно, наша программа, если бы я делала так, как делают там крупные вузы, которые сейчас занимаются профпереподготовкой, наша программа должна была идти, ну, наверное, года полтора-два. Если бы я делала так, как вот там. Но мы не будем делать так. Мы, очень важно понять, что, наверное, главный тезис школы эмоционального интеллекта это то, что мы очень честны. Слишком честны. И, да, но это наше. Это то, потому что только с таким подходом мы можем быть уверены в качестве вашего образования. Профилонить не получится. Мы ответим на данный вопрос? Да, спасибо. Я вот предосвещаю один вопрос по поводу филонии и вообще по поводу качества. Это тезис я хотел добавить всем, чтобы услышали. Я не исключаю, что наша организация будет работать в партнерстве с одним зарубежным вузом впоследствии. Не будем говорить, с каким. Мы сейчас ведем переговоры. И это будет два диплома государственно-международный и русский. Это в процессе сейчас переговоров. И в ближайшее время не исключаю, что мы получим аккредитацию от одного вуза России, который аккредитует нашу программу в особом порядке. Поэтому мы сделаем так, чтобы наши студенты получали очень разного рода документы. В том числе, не исключая, что не только Российской Федерации. Пожалуйста. Да, давай. Скажите, пожалуйста, насколько важен опыт личных панических атак? Как я могу работать с человеком, если я на своей шкуре условно РПП прошла, а панические атаки нет? Я не могу знать, что это такое. Как вас зовут? Валерия. Лера. Панические атаки — это прыщ на попе мастодонту. Психотерапия не ограничивается только паническими атаками. Паническая атака — это такая, знаете, яркая история. Научиться работать с паническими атаками — это несложно. И не обязательно их для этого испытывать. Для этого нужно знать, как работает принцип парадоксальной интенции, как работает физиология, чтобы вы объяснили человеку физиологию, объяснили человеку, как работать парадоксально с поведением избегания, поведенческими рефлексами, что такое амигдала, как амигдала запоминает зону, в которой когда-то выбросился адреналин, потом помещает человека в эти зоны, где выбросился адреналин, дифференциально дробить, и, значит, контакт с этим страхом проживает. Это несложно. То есть если взять проблему за 100%, то проблема панических атак, наверное, проблема только процентов 10. Просто она очень яркая, потому что она спереди. Многие мои коллеги решают ярко проблему 10%, а остальные 90% начинают там загнивать. И в итоге они ко мне приходят со словами все как-то уже личностно плохо. Да, панических атак нету, я хожу по городу, но внутри полный ахтунг. Поэтому не нужно комплексовать, что у вас нету панических атак, у вас нету личного расстройства, у вас нет дереализации, потому что есть люди, которые говорят, у меня было паническое расстройство, дереализация, личностное расстройство, тревожное расстройство, дефицит, деперсонализация, лежал в отделении кризисных состояний, был в психушке, и этим надо гордиться, потому что я знаю, что бывших невротиков не бывает, и если у тебя все это было, я тебе сто процентов говорю, этого никуда не денется. Ну, если только ты не под фарм-прикрытием. Никуда это не денется. Что этим гордиться, непонятно. Не нужно, чтобы вы были тяжело контужены для того, чтобы работать в этой профессии. Вы и так немного контужены все, как и я. Поэтому мы шли лечиться, но пришли учиться. Это нормально. Просто степень контуженности не должна быть очень яркой, чтобы говорить, вот я почти выжила, поэтому я теперь могу. Нет. Есть у вас какая-то своя проблема? Вот, Лер, мы с вами на моем блоке будем об этом много говорить. Очень важно, чтобы специалист знал, что про него. Вот если у вас была своя какая-то история, и вы с ней справились, у вас есть ресурс. И вы этим ресурсом можете поделиться. Вот Эльмира Маратовна весила когда-то 140 килограмм. И она может поделиться своим ресурсом и своим огромным опытом, как она через это проходила. Кто-то в зале имел зависимости, кто-то депрессия, кто-то тревожная, кто-то с личной проблемой, кто-то с профессиональной. Это ваш ресурс. И нам его надо распаковать. Не обязательно быть психологом, как я, который занимается этим. Вы взяли себя и свой профиль будете работать. Если вы почувствуете, что ваша клиентка, вот эта девушка, женщина с такой-то проблемой, мы будем помогать вам затачиваться под эту историю. Либо вы будете в поиске своего портрета клиента. Но ваш ресурс, он как бы важен, но он не принципиален. А по поводу личной терапии. Насколько это важно? Личная терапия в профессии важна всегда. Мы об этом будем говорить. Так же, как и первоэтапная супервизия. Личная терапия важна всегда, потому что уметь отщепить свое от клиента – это важно. Мы это тоже будем обсуждать. И я не исключаю, что у нас будут группы терапевтические, у нас будут группы супервизорские. Поэтому, отвечая на вопрос, что лучше – очную или заочную, тут тоже есть дополнительный плюс. Личная терапия обязательно. Но, опять же, она может быть симптомоориентированная личная терапия, когда у тебя есть проблема и запрос. А есть личная терапия, более профессиональная, чтобы поднять какие-то свои переживания по поводу терапии, по поводу клиента, по поводу эмоций к клиенту. И это уже немножко другая история. Но это обязательно. Мы об этом будем много говорить. Потому что, знаете, какое… Я позволю себе небольшое отступление. Часто начинающие психологи, знаете, какую делают ошибку. Вот был мальчик, значит, Петя. У Пети были панические атаки, агорофобия, невроз, потому что у Пети была такая-то жизненная история и такие-то личностные особенности. Петя это понял, вылечился и теперь видит во всех клиентах эту историю. Вот у всех клиентов, он говорит, а у меня тоже так было, а у меня тоже… И он не замечает, что он весь патогенез всех клиентов подтягивает через свой опыт. Поэтому не всегда свой опыт – это плюс. Иногда наш опыт нам не дает понять, что на самом деле про клиента. Поэтому я про свой опыт давно забыл. Я не помню свой опыт. Я говорю, хотите, я его вспомню. Но когда я работаю с кейсами, я не вижу свой опыт. Я вижу свой терапевтический опыт, но не свой личный. Поэтому отщепить свой личный опыт от терапевтического будет очень важно. Окей? Я ответил? Понимаем, пожалуйста, еще руки. Кирилл справедливый. Я говорю, у нас все очень честно. Здравствуйте. Правильно ли я понимаю, что сейчас у школы… Мы говорили про лицензию, аккредитацию, что сейчас у школы есть она или нет, лицензия, аккредитация. Прекрасно. Мы сейчас выбираем, по какому пути мы пойдем. Я не исключаю, что мы пойдем по пути именно государственной аккредитации с аттестацией вуза. И с вузом будем работать. И я не исключаю, что у вас будет два диплома. И школа эмоционального интеллекта как одной организации, и дополнительно еще одного вуза. Мы сейчас думаем с Эльмиром Маратоновой, как это лучше сделать. Но то, что вы будете учиться с 25 числа, это точно. И это никак не отразится на вашем финале. Получается, что, например, налоговый вычет за обучение оплаченное, можно ли будет получить или нет? Да, это вот большой специалист по этому вопросу. Организация, которая выдает диплом установочного либо государственного образца, в любом случае вы сможете получить у такой организации налоговый вычет. Поэтому, да, конечно, в свои 13% вы получите. И тогда еще один вопрос. Чем отличается, ну, цена отличается, да, как бы дистанционно и очно? Программа одна, а цена отличается? Да, это вопрос, наверное, все-таки уникальности и возможности иметь нас в близком контакте. Спасибо большое. Пожалуйста. Туда. Протяну и возьму. Сиди сюда же. У меня, на самом деле, такой, наверное, в продолжение тоже вопрос, может быть, даже он больше к Эльмире. Я из Петербурга и учиться буду точно дистанционно. Я правильно понимаю, что также будет проходить занятие суббота и воскресенье? Если я, ну, я сижу онлайн, я смотрю, ну, либо если я не попала, то я смотрю в записи. Как вас зовут? Майя. Майя. Да, вы будете, у вас все в прямом эфире. Вам будет приходить ссылка. Если вы не сможете, вы прям на дистанционное идете у нас, да? Да, да, ну, нет возможности, сейчас каждый выходной будет. Вы также сдаете все формы отчета, коллоквиумы, у вас будет прекраснейшая платформа, которой пользуется Высшая школа экономики. Я, значит, там дотряслась, чтобы наши дистанционные слушатели не только имели возможность качественно подготовиться, а чтобы вам еще это было комфортно. Но готовиться нужно будет качественно. Я не завидую дистанционщикам в какой-то степени, потому что это действительно, ну, там невозможно будет списать, например. Вот. Это Ваша ответственность. Да, я сделала все для этого, то есть мне Алексей Юрьевич поставил задачу. Я предупреждал. Да, я говорю, хорошо, я решу. Ну, вот спустя там долгие месяцы поиска хорошей платформы мы очень многое протестировали. Именно поэтому мы постоянно немножечко сдвигались, потому что нам важно было эту всю историю пропустить. Понимаете, не так, что это как-то на бум все выходит, и у нас такой же диплом в рассрочку, как у большинства. У нас не диплом в рассрочку. Не получится профилонить. А так у вас будет доступ к онлайн-трансляции. Вы на всех тех же правах. В дипломе нигде не указывается, что вы учитесь дистанционно. Чудо-цитратку тоже дают. Ой, естественно. Присылают. Ну, вы ее сами тогда распечатаете. Естественно, мы вряд ли ее будем пересылать. Представьте, у нас по всему миру студенты. А так у вас будет специальная версия для печати и PDF, который вы сможете просто с телефона. Например, да, просматривать. Ну, и также будет версия для перчати, с которой вы пойдете и распечатаетесь. Поняла, спасибо. И еще тогда заключительный вопрос. Вот Алексей Юрьевич сказал по поводу личных сессий. Ну, я имею в виду, что может быть супервизия и так далее. Есть возможность, если я учусь дистанционно, но у меня есть возможность приехать иногда, подсоединиться к этому? Да, да, да. Несмотря на то, что я дистанционно буду учиться. Подсоединиться куда? На супервизии какие-то… Я думаю, да, супервизии будут очные и дистанционные. Просто их лучше все-таки очные. Да, и интервизии тоже очные и дистанционные. Значит, присоединиться точно нельзя будет на очное образование. То есть записавшись на дистанционное, вы не сможете прийти и занять что-то место в очном формате. А вот супервизии, интервизии, да, они будут либо онлайн в Зуме, также я буду проводить собрания со студентами в Зуме в том числе, да, чтобы обсуждать какие-то вопросы студентов, чтобы быть интегрированным. Потому что если человек из Владивостока, из Дальнего Востока в целом, других стран, мне нужно с ними быть в контакте. Я хочу их увидеть, и мы будем делать периодически собрания в Зуме для заочных студентов, да, чтобы я с ними контактировал, чтобы они чувствовали свое присутствие и участие. Помимо того, что у вас будет онлайн, у вас еще будут копии. То есть вы можете там быть заняты с ребенком или куда-то уехать, отлучиться, да, но у вас будет копия в вашем личном кабинете. Поэтому копию можно будет пересмотреть. Другое дело, что я не хочу, чтобы получилось так, как с моим сезоном иногда получается. А, копии есть, ага, ага, потом. А мы не будем ждать, у нас есть программа зачетов, экзаменов. То есть вот это вот потом посмотрю через три месяца. Нет, но это вопрос личной ответственности. Да, это вопрос ответственности, потому что надо понимать, что это не сезон, это больше программа. Да, эта программа поможет вам. То есть вот вы запомните себя сегодня и запомните себя на выходе, когда вы закончите. Вы увидите, что вы разные люди. У вас поменяется все в голове. Вы увидите, насколько вы изменитесь благодаря этому курсу лично вы, да, как человек, как человек, прошедший огромный пласт психотерапии. Я вас, вот давайте с вами забьемся. 5 сентября сегодня, да, 31 мая, значит, 5 сентября. Запомните себя сегодня вот такими, какими вы есть. И потом, когда я буду вручать дипломы, я задам вам вопрос. Какие вы сегодня? И вы вспомните мои слова. И вы увидите огромную личностную разницу. Вот, поэтому надо отнестись серьезно. То есть нельзя забивать. Спасибо большое. Дальше, пожалуйста. Я передам микрофон дальше, а потом заберу вас. Секундочку. Добрый день. Я хотела вот вопрос Татьяны немного уточнить. Правильно ли я понимаю, что те, кто учат дистанционно, они будут видеть те же лекции, что проходят у тех, кто учится очно, просто, ну, либо онлайн, либо в записи. И те, кто учится очно, они их тоже могут посмотреть. Вот там сидит прекрасный человек в наушниках, видите, весь в проводочках. Вот это профессиональные люди, которые занимаются трансляцией. Вы будете видеть все то же самое, что у нас сейчас. Вот ты потом посмотришь записи, и это будет точно так же. Вот. И еще второй вопрос. Вот я послушала Алексея, и если я передумала из дистанционного, хочу очно. Насколько это возможно еще? Это вопрос. Вот прекрасная девушка в белой блузке. Это любовь. У нас отдел продаж с любовью. Верой и надеждой на лучшее. Вот это вопрос по количеству мест актуальных, потому что каждый час у нее цифра меняется. Я уже боюсь, что моя информация. Пять? По-моему, пять. Четыре. Спасибо. Аукцион прям. Посмотрим. Здравствуйте. Я тоже. Вопросы у меня есть. Меня зовут Наталья. Я бы хотела вот такой вопрос. Больше, наверное, опять же вернуться, если к теории, к практике психологии. Вот в медицине есть такое понятие клятва Гиппократа, да? Что каждый врач обязуется не навредить, и его учат там, не знаю, шесть, если я не ошибаюсь, лет потом различные, там, интернатура, аспирантуры и прочее. Вот что касается психологии, есть ли здесь такое понятие, как обязательство не навредить? Есть ли понимание, например, в этой теории практики, что может навредить пациенту, и что нужно делать, чтобы, грубо говоря, не свести человека совсем уж, чтобы он слетел с катушек, да? Или там, ну, там, не знаю, еще что-то сделал. Вот. Наверное, такой вопрос. И будет ли это здесь? Наталья. Наталья. Прекрасный вопрос, который иллюстрирует, почему я ненавижу психологов. Потому что психология, как душеведение, не отвечает ни за что, в отличие от медицины. И когда мы говорим о «я психолог», «я ни о чем» переводится. Когда мы говорим «я врач-стоматолог», то у меня есть ответственность перед здоровьем пациента, подтвержденная, да, 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 у меня есть четкий алгоритм, я занимаюсь только зубами или прикусом и так далее. Психолог – это ни о чем. Поэтому ответственность там ни о чем. И они могут с вами говорить ни о чем. Они могут с вами рисовать животных, говорить о том, что у вас с мужем плохие отношения, давать вам советы, и никто за это не будет нести ответственность. Психологи могут браться за нервную анорексию, похоронить пациента и даже сказать, ну, вот что, не удалось. Поэтому, понимаете, психолог – это ни о чем. Другое дело, что наш подход, он, как вы уже поняли, ближе к медицинской модели. И мы несем философию того же Гиппократа и философию того, что должно быть. Вот я по натуре хирург. Я де-факто не хирург, но в своей концепции я хирург. И я несу в каждом своем ученике концепцию ответственности. Почему я сделал такой большой модуль диагностики и физиологии? Я же сегодня отвечал на этот вопрос. Не пропустите патологию, не пропустите, дайте совет, пойти к такому-то врачу, работайте в паре, а не просто «я психолог». Это ни о чем психолог. Потому что как можно говорить «психология как наука, где психея – это душа, а как это душа и наука?» Ну, это вообще философский вопрос, но с точки зрения морали, этики и нравственности это очень спорно. Поэтому мы несем именно концепцию диагностики, концепцию очень четкого представления, что я могу убрать и что я не могу убрать. То есть, например, Элимира Маратовна очень не рискует брать много нервной анорексии, потому что мы понимаем, что нервная анорексия требует серьезного наблюдения врачами, и там нельзя упустить момент, потому что упустил момент, и мы потеряли человека. С нервной булемией еще окей, но кушает девочка и кушает. Можно там периодически давать определенные, так сказать, интервенции жесткие, психологические, но с анорексией шутить нельзя. Поэтому да, ответственность важна, но и тут надо не перегнуть с ответственностью. Если у меня психолог будет все время, в кавычках, трястись с ответственностью, то он работать не сможет. И вот эта вот середина между ответственностью околомедицинской и снятием себя тоже некоторых моментов, переключением на ответственность на пациента, тоже очень важно. Мы это все будем обсуждать. Но хороший вопрос, потому что большинство психологов, они даже не думают то, чем они занимаются. И это страшно. Мы постараемся максимально сделать так, чтобы наши выпускники хотя бы, я не могу их уберечь от всех ошибок, но чтобы они хотя бы не делали грубых ошибок. Из серии у человека онкологии они лечили сахасрару, продували фиолетовым сиянием. Что-нибудь такое. Пожалуйста. Спасибо. Поднимайте, пожалуйста, руки, и я передам. Здрасте, Алексей Юрьевич. Здравствуйте. У меня такой вопрос по поводу личностной зрелости консультанта. Разделяете ли вы такое мнение, что в консультирование стоит идти либо с определенного возраста, либо с наличием какого-то жизненного опыта, не тревожного расстройства, а в плане долги, разводы и так далее? Слышал такое мнение среди психологов. Спасибо. Если вы посмотрите на 2011 год на мои видео, мне представляется, что там не было того, о чем вы говорите. Хотя кто-то в этом видел какую-то личностную историю и, видимо, на это опирались. Но с каждым годом моя личность меняется благодаря большому количеству опыта, практики, проблем, преодоления проблем. Если вы посмотрите видео 11, 12, 13, вы увидите, как я меняюсь, хотя я не хожу в вузы каждый год, но я меняюсь посредством опыта и посредством ошибок и посредством большого внутреннего процесса. Поэтому вы можете прийти в профессию одни, но через 3-5 лет вы будете все другие. То есть нельзя быть готовым прийти в эту профессию. Вы в нее пришли в точке ноль, и вы из этого старта будете расти вперед. Нельзя говорить о том, что я к этой профессии должна прийти, только будучи в таком-то параметре. Это мы воздушное судно заводим на глиссаду в определенной посадочной конфигурации по скорости, по высоте, по закрылкам, по стабилизации и так далее. А в психологии так не работает. У вас есть намерение, у вас есть желание, у вас есть интерес и амбиции. Этого достаточно. А если вы чего-то не знаете, то это нормально, и мы будем эту проблему закрывать. Спасибо. Пожалуйста. Добрый день. У меня вопрос по когнитивно-поведенческому подходу. Вот ваша программа, насколько я понимаю, она достаточно много про него будет говорить, погружаться. Но вот вопрос, а стоит ли дальше после окончания этой программы дополнительные какие-то обучающие курсы или курсы повышения квалификации в тех же ассоциациях проходить именно связанных с когнитивно-поведенческим подходом? Я считаю, стоит. Мы с Дмитрием Викторовичем Ковпаком об этом говорили. И я надеюсь, что наши договоренности и первостепенные воплотятся скоро в реальность. Вот Павел Плясов будет читать у нас как раз когнитивно-поведенческую терапию. Я думаю, что он более глубоко вам потом ответит на этот вопрос. Я за то, чтобы наши слушатели и наши студенты либо параллельно, либо после продолжали свое ДОП-профобразование таргетно. Что такое таргетно? Вот зашел вам гештальт. Есть Московский гештальт-институт. Или вы идете к ним, или они придут к нам. Это уже вопрос наших переговоров. Я бы хотел, чтобы у нас в параллельных аудиториях, помимо общего курса, были потом таргетированные курсы по когнитивно-поведенческой терапии, по гештальт-подходу, по личностно-ориентированному подходу, групповому подходу, транзактному анализу. Я это сделаю. Просто я не могу сделать это все и сразу. Это будет вопрос времени. Но отвечая глобально на ваш вопрос, да, обязательно. Либо это дополнительная ассоциация, и это Дмитрий Викторович Ковпак, либо это Московский гештальт-институт, либо это транзактный анализ и так далее. Выбирайте каждому свое. Но то, что это всегда нужно, вот вы получите огромный практический блок, и если нужны детали доработки, то, конечно, надо идти. Я вам расскажу про гештальт, я вам покажу гештальт-эксперимент, я вам покажу интеграцию гештальта. Но если вы хотите гештальт глубоко, я вам честно скажу, у Тельмира не даст соврать. Мы хотели гештальт в эту программу. Я нашел лучших гештальтистов Москвы, начиная от Федора Коннорова, заканчивая там многими другими специалистами. И посоветовавшись с ними, со всеми, я понял, что если давать гештальт, то я не дам его в том формате, в котором я его могу дать. На него надо делать отдельную группу. Гештальт изучается в группе терапевтической. Это не цикл контакта, фигуру фон, это все хорошо, но сам гештальт-подход изучается в терапевтической группе. Я не могу у вас всех поместить в терапевтическую группу гештальта, чтобы вы на себе его прочувствовали. Поэтому дополнительно, да, я только за. Коллеги, пожалуйста, у вас есть еще вопросы? Десять минут мы будем закругляться. Да. У нас два кондиционера, будет нормально. Да. Здравствуйте. Вот в блоге у Эльмир Маратовна говорилось, что по РПП тоже планируется курс. Это вот, Эльмир, автор курса по РПП. Курс по РПП будет, но за счет того, что я практикующий специалист в этой области, я не могу сделать так, чтобы наши выпускники вышли с вопросами. Потому что РПП – это, понимаете, если от панических атак люди не умирают, то расстройство пищевого поведения – это все-таки высокий риск летальности. И курс, я веду переговоры, без шуток, с наилучшими специалистами в этой области. То, что мне приходится делать, чтобы выходить к ним на прямой контакт, ну, это длительный процесс. Но я думаю, что при благоприятном исходе всех переговоров курс по РПП будет вторым от лица школы. И все-таки я думаю, что на курс по РПП это будет не профпереподготовка, а повышение квалификации, потому что мне нужны будут психологи, практикующие. Я не смогу дать… Вы можете закончить у нас там условно-базовую программу и потом пойти еще на РПП, потому что на РПП дать и базу, и конкретно коррекцию пищевых расстройств – это очень сложно. Но все будет, да. Курс по РПП в разработке, как и еще курс по сексологии, как и еще курс по другим дисциплинам, пока о которых говорить не буду. Это все параллельно. Но, как правильно сказала Эльмир Маратовна, мы не можем постоянно начинать базу, дополнительный блок. База, дополнительный блок. Это база, на которой вы уже потом можете вешать дополнительные блоки кому кто. Кто захочет сексологию – пойдете в сексологию. Кто захочет коучинг в бизнес-структурах – будет коучинг в бизнес-структурах. Кто захочет гештальт – будет гештальт. Захочет КПТ, будет КПТ. Захотите транзактный, будет транзактный. С НС и многие знакомы. Как говорится, welcome. Нет метода, который подходит всем. Вы должны это будете нащупать под себя. У нас 5 минут. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Хорошо, сейчас принесу микрофон. Я напоминаю, что после окончания прямой трансляции и нашей встречи у нас остаются студенты для собеседования на очный факультет. Еще раз здравствуйте. Правильно ли я понимаю, что седьмой блок, просто я на сайте информацию у вас увидела, он как доп идет и он платный. Какая стоимость его? Стоимость его 35 тысяч рублей. Плюс к этой цене? Это факультатив. Маркетинг, развитие бренда и личный бренд. Это все факультатив. 35 тысяч за весь блок. Все, хорошо, спасибо. Пожалуйста. Но это факультатив. Он начинается где-то с четвертого модуля, примерно. Еще вопросы? Давайте тогда я подытожу. Давай. Вопросов нет. Спасибо всем, кто смотрел онлайн. Спасибо вам, что собрались. Я надеюсь, что я смог, как умею донести важность проблемы и важность программы. Я надеюсь, что у вас есть внутри осадок о том, что мы там сделали многое. И, может быть, даже кто-то сидит и говорит, зачем столько много, и зачем так много всего полезного, полезного. Но я не хотел размывать программу какими-то такими проходящими вещами. Да, может быть, она будет сложной. Да, может быть, она будет тяжелой. Но я хочу задать такие ориентиры, чтобы вы понимали, что нужно знать и что нужно уметь, чтобы быть по-настоящему качественным специалистом. Ну а я от лица себя и от лица Альмира Маратовна будем рады видеть вас очно и заочно в нашей организации. Мы приложим все усилия для того, чтобы вы обладали всеми необходимыми знаниями, которые помогут вам и вашим клиентам. Профессия будущего сидит сегодня перед вами. Пост-ковид и ковид поднимут в мире огромную проблему тревожных состояний. Уже подняло. И кому, как не вам, ее нужно будет решить. Благодарю за внимание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... Продолжение следует...